В инстаграм девушка пост выложила, что попробовала сделать свое первое видео и неуверенность была. Задаю такой следующий вопрос, а как у вас? Было ли страшно? Актуальная такая тема, которую мне захотелось с вами обсудить, друзья. Как обойти вот этот блок, что у человека есть страх, когда ему не нравится, как он выглядит на фото. Такому вот неловко чувствуется при фотографировании себя, ему не нравится выкладывать свои фотографии в социальной сети. Чтобы вы понимали, это глюк ума. В этом и есть смысл социально-материального развития. Что нужно? Прежде всего убрать нытье куда подальше и просто брать и начать делать. Потому что вы это делаете независимо, нравится или нет. Это ваше видение, которое сразу поменяется, когда вы пойдете против этого своего «не хочу и не буду» и начнете выкладывать и публиковать свои фото и видео. Психоаналитик Александр Король отметил этот факт у таких людей, как низкий уровень восприятия себя. И это восприятие себя на фотографиях настолько разное. Примером, по фотографиям, по фотографиям человека, находящегося на низком уровне развития. Тот, кто выше его, допустим, по уровню будет фотографировать, выберет именно те фотографии, которые ему понравились по качеству больше. Но человек низких частот эти выбранные фото не понравятся. Он посчитает, что он на них некрасивый. И наоборот, которые понравились фото человека низкого уровня, и он думает, что там он отлично получился, то человек более высокого уровня посчитает, что он там некрасиво получился. А если мы вообще возьмем третьего стороннего человека и покажем ему фотографии, то он вообще выберет другие. Вот такой вот парадокс. Так будет всегда с людьми. Сейчас я вот не говорю, что будет там фотография какая-то плохо сделана, а просто, что человек сам придирчив к своей внешности. Но самое интересное, что такое еще бывает у людей с симпатичной нежностью. То есть человек красивый, но загоняется, что он не хочет себя фотографировать и говорит, типа он не нравится себе на фотографиях. Наоборот, люди не очень с красивой внешностью спокойно себя фотографируют и выкладывают в соцсети. Получается еще раз подтверждение того, что это психологический клюк. И по факту все красиво и классно. И в том, что страшно это делать, как фотографировать себя, это просто психологический блок. Что я на это сейчас скажу? Чтобы обойти психологический блок, надо просто брать и делать. По своему личному опыту я знаю, а что терять-то? Что вот изменится в плохом смысле слова, если вы начнете быть социально активными и публиковать свои фотографии? Что может быть-то еще хуже? Вы же только приобретаете и ничего не потеряете. Вот когда Александр Король консультировал людей, которые тянулись к нему с различными вопросами о помощи по бизнесу, он всегда задавал им вопрос, знаете, в чем мое отличие от наших общих знакомых, которые ничего в жизни не добились, а я добился. И он объясняет, что вот когда он поверил в свою информацию, понимал, что это ему вот интересно, вообще не запаривался о том, что о нем там подумают и скажут посторонние люди. Естественно, он понимал, что обязательно случится отрицательная реакция, но и хорошо, начал выкладывать свои первые дневники, видео, ролики. Да, закомпенсованные пафосные людишки, все начали от писателя отворачиваться. Так а зачем они тогда эти люди? Они не авторитеты, так как имеют кучу-то своих комплексов внутри. И получается, не стоит никогда равняться на таких людей. И поэтому не стал вот писатель таким, как эти все несчастные и фальшивые люди. И так же вот со многими другими людьми происходит. Ведь многие же хотят стать блогерами, творческими, публичными людьми. Но вот у них это не получается, потому что у них есть типа вот какие-то авторитеты. Их волнует, что у них скажут мама с папой, или соседка по лестничной площадке. Ну а какая разница? Чего терять-то? Можно сказать, мы живем первую и последнюю жизнь. Просто вот надо брать и, ну, не как же сидеть, вот как все простые смертные люди в четырех стенах, и бояться, и там сидеть только смотреть телевизионные передачи. А зачем вообще так жить-то? Поэтому, наоборот, нужно вот пробовать все, кричать на видео, фотографироваться, уплескивать все из души, писать все, что вы хотите делать. Да вообще, все, что хотите, конечно, в рамках закона. И вот представьте, как люди настолько ограничены, вот на каких-то мелочах, сами себе придумывают иллюзию. Так что если у кого-то вот проблема такая, что вы как-то не любите себя, и не принимаете внешние, там стесняетесь, то терять вам нечего. А я знаю, как это все работает, и плохого вам не пожелаю. И это будет только вам всем плюс. И вот когда вы начнете все это делать и публиковать целая куча фото себя, начнете встречаться с большим количеством других людей, то это очень сильно вас раскроет и сделает очень социальным и уверенным. И вы только вот от этого всего получили вот такой огромный жирный плюс. И люди, наоборот, будут к вам тянуться и располагаться. Спасибо за просмотр. Поделитесь этим видео со своими близкими. До новых встреч!